Вы слушаете радио «Бухта свободных волн» и нашу программу «За шкалой», которая всё так же посвящается последним романтикам эфира и кому интересны истории радио, телевидения и не только. Радио в начале прошлого века было совсем не похоже на то, каким мы видим его сейчас. И знают, что Александр Попов изобрёл прибор, который регистрировал грозовые разряды. После усовершенствования чувствительность прибора повысилась, а добавив к нему антенну, учёный понял, что его прибор способен принимать и регистрировать даже слабые электрические колебания, происходящие в атмосфере. Телеграф уже был изобретён и по проводам передавали информацию в виде точек и тире, замыкая и размыкая контакты специального ключа, и таким образом можно было обмениваться новостями со всеми странами, где был проложен кабель. Попов понял, что если одним аппаратом создать эту самую искру, усилить сигнал и передать его на приёмное устройство, то это можно сделать просто по воздуху, и не нужно соединять приёмник и передатчик проводами. И вот из этой маленькой искорки, или системы искорок, где одна искорка – это точка, две искорки подряд – это тире, а точки и тире легко, если знать код, превращаются в слова, и началась история радиотелеграфии. История радиотелеграфии, радио и всех явлений и изобретений, которые с этим связаны. 26 марта 1896 года на расстоянии в четверть километра была осуществлена первая в истории человечества радиотелеграфная передача. К началу Первой мировой войны русский военный радиотелеграф уже имел 15-летнюю историю, а первая в мире военная радиочасть была сформирована 18 мая 1899 года, то есть уже через три года после изобретения прототипа. А к началу войны с Японией русская армия имела три роты искрового телеграфа на вооружении, на вооружении каждой роты было восемь искровых радиостанций. К началу Первой мировой основным вооружением были полевые искровые радиостанции мощностью 750 ватт, смонтированные на двух колках. Они имели зонтичные антенны высотой 15 метров, а заземление состояло из металлической сетки. Дальность связи по расчетам могла быть до 50 километров, но реально она была 5-10 верст или максимум 10 километров. Когда я узнал о Хадынской радиостанции и представил ее размеры, то был поражен. Я был поражен уровнем техники радиосвязи того времени. Кстати сказать, что такая же радиостанция или похожая на нее работала до нашего времени, правда, включалась она раз в году для передачи телеграфом на частоте 243 килогерца из датского города Коломборга. 31 декабря 2023 года ее сигнал прозвучал последний раз. До этого на станцию можно было посмотреть, и туда были экскурсии, а на ютубе можно найти видео про нее. Хадынская радиостанция была построена в Москве в начале Первой мировой войны на Хадынском поле силами солдат ровно за 100 дней и начала вещание 7 декабря 1914 года. Хадынская искровая радиостанция имела мощность около 100 киловатт и передавала информацию на радиоволнах 7000 метров или около 40 килогерц 9000 и 11000 метров или 27 килогерц. Ее строительство началось после того, как немецким морякам удалось обнаружить и перерезать подводные кабели связи, соединяющие Петербург и Лондон. С помощью этой искровой радиостанции была восстановлена связь с союзниками по Антанте. Внешне она казалась грандиозным сооружением, расположенная на территории более 30 гектаров, обнесенная проволочными заграждениями представляла собой целый радиокомбинат со своей энергетической базой, водопроводом и рядом подсобных технических построек. Значительную часть этой территории занимало антенное поле. Антенная система представляла собой 4 цилиндрические антенны или, как их тогда называли, колбасы. Они были подвешены на 11 мачтах, из которых 7 были высотой в 100 метров. И они были деревянные. Трудно представить сооружение из дерева высотой в 12 этажей. А попробуйте умножить эту высоту на 3. Можно ли найти в наше время специалистов, способных это повторить? Кстати, последние башни или вышки были высотой аж 120 метров, и их было 3. По своей мощности, 100 кВт в антенне, эта радиостанция была одной из самых крупных в Европе. Но это был колосс на глиняных ногах. Однако по нашим, более современным понятиям, когда о радиотехнике стало известно больше, вся внешняя грандиозность Хадынской радиостанции находилась в вопиющем противоречии с ее техникой. Для того, чтобы отдать в антенну около 100 кВт, потребовалась мощность генератора в 300 кВт. Из-за отсутствия таких генераторов переменного тока у фирмы Маркуни, радиостанцию строили с расчетом на питание от постоянного тока. Для этого на собственной электростанции были установлены два дизеля коломенского завода по 400 лошадиных сил каждый. С валом каждого двигателя была спарена машина постоянного тока – 220 Вольт. А в двух больших бараках слева и справа от основного корпуса поставили колоссальную аккумуляторную батарею напряжением в 12 000 Вольт. Она была разбита на 12 отдельных групп, дававших напряжение по 1000 Вольт. Для зарядки этой батареи работало 12 агрегатов, и каждый из них состоял из электродвигателя в 50 лошадиных сил и двух генераторов по 750 Вольт. Это было 750 Вольт 15 Ампер, соединенных последовательно. А в то время еще опасались выпрямителей переменного тока. Во время работы радиостанции при каждом нажатии ключа все 12 групп батарей соединялись между собой последовательно посредством системы электромагнитных контакторов. И напряжение 12 000 Вольт постоянного тока через дроссель подводилось конденсатором колебательного контура искрового передатчика, который занимал отдельный центральный зал. И вот в центре этого зала была огромная, стояла такая огромная батарея конденсаторов. Она была составлена из 36 больших деревянных ящиков, установленных радиально в два яруса. Каждый ящик представлял собой отдельный стеклянный конденсатор, залитый маслом. Катушка самоиндукции колебательного контура диаметром полтора метра была сделана из медной ленты шириной почти метра, вот 0,7 метра. В этом же зале находились катушки связи и антенная катушка. Конденсаторы, как уже указывалось, заряжались через дроссель, а разряжались через разрядник. Разрядников было два – действующий и резервный. Каждый из них представлял собой диск из красной меди диаметром 0,7 метра зубцами по краям. Этот диск вращался электродвигателем в 50 лошадиных сил со скоростью 1000-1200 оборотов в минуту. Число иск равнялось 300 в секунду, и колебательный контур передатчика был индуктивно связан с антенным контуром, состоявшим из катушки связи, вариометра, ну и самой антенны. Станция имела три рабочие волны – 9000, 7000 и 5000 метров. Вот тут я немножко заметил расхождение в цифрах при изучении разных версий описания, но похоже, что основная волна была все-таки 7000 метров. Полного заряда аккумуляторной батареи хватало, хватало лишь на 8-10 часов беспрерывной работы передатчика, а вот телеграфная манипуляция передатчика осуществлялась автоматическим разрывом цепи высокого напряжения при помощи четырех пар контактов. Криле действовали крайне ненадежно, и с обгоранием контактов под действием искры, возникавшей при каждом размыкании ключа, и была искра, и при этом вот эту огромную искру, возникающую при… Так вот, это даже была, скорее всего, дуга такая, ее гасили сильной струей воздуха. На ключе работали вручную, и поэтому все это громоздкое сооружение могло вести передачу со скоростью всего 25 слов в минуту. Процесс передачи, по воспоминаниям Спежевского, представлял тяжелые испытания. Пронзительный вой вентиляторов, подававших сжатый воздух контактом реле и разряднику гул моторов, и вой самого разрядника сливались сплошной, неимоверный шум, совершенно оглушавший человека и вызывающую ноющую боль в ушах. Тежурные могли переговариваться между собой только жестами. При работе ключом искры, проскакивавшие между зубцами разрядника, сопровождались таким оглушительным треском и острепляющим светом, что даже люди с крепкими нервами первое время могли выдержать такое испытание лишь в течение нескольких минут. Бой разрядника был слышен за один, а то и два километра от станции. На этом расстоянии радисты, возвращавшиеся вечером из города на станцию, по доносившимся звукам свободно читали передаваемый текст. Вот на такие ухищрения и жертвы приходилось идти, чтобы докричаться или достучаться до Лондона. А вот приемная станция находилась здесь же в специальном домике. Ее антенна была подвешена на тех же мачтах. Прием велся на детекторный приемник, имевший высоту около одного метра. Детекторный приемник – один метр, и у него было семь ручек на стройке. Такой серьезный радиоприемник был. Процедура обмена при односторонней радиосвязи была довольно длительной. Станция вызывала корреспондента, ожидала согласия на прием, затем начинала передачу и после этого переходила на прием квитанции, то есть подтверждение о приеме радиограмм. До Великой Октябрьской социалистической революции московская радиостанция служила резервом, соскосельской, и на передачу работала не больше одного-двух часов в сутки. Обмениваясь короткими служебными радиограммами для проверки связи с некоторыми французскими и английскими радиостанциями. И в основном она же занималась регулярным приемом сообщений штабов воюющих государств о положении на фронтах и различных циркуляров. На сегодня это все, а в следующем выпуске я попытаюсь рассказать о радиолампе, которая помогла выиграть уже Вторую мировую войну. Радиоистории или истории про радио, и не только вы можете услышать в подкастах радио «Бухта свободных волн» в программе «За шкалой». Вы слушаете программу «За шкалой». Обычная шкала обычного радиоприемника всегда когда-нибудь дозаканчивалась, а следующая начиналась уже совсем с других цифр. Куда делись метры? Как же так? Где килогерцы? Почему стрелочка радиоприемника упирается в 1600? «За шкалой» – программа для радиолюбителей и не только про музыку, технологии, радиопиратов для последних романтиков эфира и бывших шарманщиков. Шарманочка! Радио «Шарманка». За что тебя так любят люди? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова